Добрый вечер! Металлопродукция, шкло, бы давнишые материалы. Повелешивать поставки этих товаров и поширать экспортный перолик, створать суместные вытворчасти, пропановывать туристичные послухи. Шмат векторность экономичного супрациониста стала основной темой перамов литовской делегации с керамниством Гомельского облавоконкама, белорусского отделения Гандлёва промысловой палаты и представниками буйных предприемствов региона. Подробясь не об этих инших темах, в экономичном огляде Марины Северьяновой. Знешний Гандлёвый оборот Гомельшин из Литовской республики за 7 месяцев этого года меньше 85 миллионов долларов, экспортный компонент 70 миллионов. По оценкам экономистов личбы невеликие. У планах нарушивать объемы экспорта не только наших товаров, а и послух. У приватности это тучится медицинского туризма. А кроме того, в перспективе областном центре может появиться суместное литовское-белорусское предприемство по вытворчасти шкло-пакетов. Бо в связи с Гомельш-шклом развиваются поспехово. А зараз заключено черговое бойное погоднение. А кроме того, среди лидеров по экспорте продукции в Литовскую республику – белорусские металлургичные и речицкие метизные заводы. А в выходе на этот рынок – техники Гомсельмаша. В общем, литовцы с цикавостью сперимают любые серьезные пропановы. Все интересно. Конечно, от металла, от стекла, от волокна, строительные материалы, отделочные. У вас это все есть. И химические заводы. Так что это очень многий спектр. Надо просто найти только партнеров. Наступная встреча с литовскими промысловцами отбудется уже в этом месяце. Представники жильево-коммунальной господарки Гомельской области наведуют Литву и ознайомятся с процессом сортования коммунальных доходов. А в листопаде бизнесмены нашего региона побывают на объектах, где тепловая энергия выпрацовывается с допомогой биомассы. До речи, этот опыт будет надзвучно корыстным, бо с уводом в эксплуатацию белорусской атомной электростанции нужно не только нарушать споживание электроэнергии и уменьшать применение газа, но и активно использовать биомассу. До других тем, до конца этого года в свободной экономической зоне Гомель-Ратон планует начать выпуск продукции еще несколько предприятий. Например, Милитекс организует вытворчивость так званых элементов радиочастотной идентификации. По сути, это те элементы, которые позволяют вести улик литерального сяга от количества поездок в громадском транспорте до наявности продукции на складах. Сегодня для потреб Беларуси они набываются выключены за межами краины, а тому Милитекс это не только высокотехнологичное, но и импортозамещальная вытворчивость. А Светлогорск химволокно освоило выпуск текстилю, который володает ахолоджальным эффектом. Гэтым йон обвязаны текстурованным нитям черного колеру. Дякуючи их уникальной махчимости на 90% отбивать тепловое выпроменьвание, полотны, трикотаж, ткани, панчошные, шкарпетичные и компрессийные вырабы так само отримают аналогичные якости. Они будут нагроваться на 10-14 градусов меньше, чем сазвычайного текстилю. Такая властивость может быть выкористана при выпуске спортивной, повседенной, рабочей вопротки, а так само подушек и головных уборов. Туровский молочный комбинат до конца года планует выпустить коля 10 тысяч тонн сыров. 8 тысяч тонн их отправить на экспорт. При полной загрузке могутностей предприемство может выраблять 900 тонн сыров что месяц. Управнание в 2013 году объем вытворчивости складал 130 тонн, два года тому – 350. Что до экспортной географии, то зараз комбинат поставляет свою продукцию в Россию, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Объединенные Арабские Эмираты. Новое отделение паштовой совести открылось в Гомеле в микрорайоне Кленковске. И оно закликано обслуговывать территорию с насильницем у 20 тысяч человек. Улишивающий такую великую колькость потенциальных клиентов для обеспечения их максимальной выгоды, тут старанно продумали систему организации працеотделения. Обслугование клиентов ведется в двух залах. У одним можно отримать весь спектр паштовых послуг, у другим оплатить коммунальные платы. Тут же у Сталяваны два платежно-доветковых терминала, с допомогой яких клиенты могут самостоянно провести оплату без комиссии. А про Чатагор организовано шесть недоставленных плясовок по Штару. Очень ждали, очень необходимо. Часто получаем посылки. И вот приходилось ходить в те отделения, ну были, честно говоря, очереди. А здесь вот с малышом пришли, сразу оказались вторыми клиентами. Очень удобно. Необходимость того, что нужно строить новое здание для нашего отделения, обслуживающего Кленковский микрорайон, мы осознавали очень давно. Но и вот в этом году мы смогли саккумулировать необходимые средства. И за достаточно короткий промежуток времени, чем чуть более четырех месяцев, мы построили это здание. На сегодняшний день это, кстати, одно из самых крупных отделений связи в Гомельской области. Сегодня в Беларуси означается День работников культуры. На Гомельшине у этой сферы зараз працует больше за шесть половых тысяч человек. Пропошняя досягнений, традиционных и новых шляхах развития культуры, а так само законодавших изменах, наш корреспондент Ганна Ковалева вела размову с первым наместником начальника Головного управления идеологичной работы культуры по справах молоди Гомельского облабоконкама Ириной Пырковой. Ирина Васильевна, здравствуйте. Рада вас видеть. Добрый день. Сразу хочу вас поздравить с Днем работника культуры. Пожелать вам неиссякаемой энергии, реализации всех, даже самых смелых, творческих решений, идей, ну и, конечно же, здоровья и благополучия. Спасибо большое. Ирина Васильевна, ну, конечно, интересно узнать вот к этому празднику. С какими достижениями подходит сфера культуры Гомельщины? Во-первых, я хочу напомнить, что 2016 год президентом Республики Беларусь был объявлен Годом культуры. Конечно, подходя к празднику в этом году, на Гомельщине было неимоверное количество мероприятий. Это было 30-летие Чернобыля. Это заканчивалось именно большим концертом, большим выступлением с участием президента. Замечательный фестиваль юмора «Овтюки» в Калинковичах. Ничего подобного нет в Республике, и я хочу сказать, даже на постсоветском пространстве. Конечно, Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Бирогиния». Тоже около тысячи участников из различных стран присутствовало в этом году. В городе наш уникальный хореографического искусства – фестиваль «Сожский карагод», который уже раз собирает такое количество людей. 22 страны тоже присутствовало. То есть все фестивали, конкурсы, которые мы проводим на территории нашей области, они расширяют свою географию. Еще я хочу остановиться. 28-29 сентября проходили Дни Гомельской области в Москве, когда нашла презентация наших экономических, деловых отношений. И, естественно, без культуры там тоже не обошлось. Мы показали лучшие свои ремесленные работы, мы показали лучшие свои выставки в Творцово-парково-анссамбле, Витковского музея и, конечно, свои творческие коллективы. Поэтому год очень насыщенный. Он еще не закончился, но он очень насыщенный во всех отношениях. И самое приятное, что высокую оценку получили мы за свои труды, за свои старания, как от руководства области, республики, так и, прежде всего, от людей. Ирина Васильевна, хотелось бы узнать еще о культурных учреждениях. Насколько я понимаю, сегодня все они активно вступают в рыночные отношения, стремятся использовать какие-то новые методы работы, чтобы заинтересовать посетителя. И вот в этом плане какие шаги предпринимают культурные учреждения нашего региона? То, что на сегодняшний день у нас имеют сайты все учреждения культуры, вплоть до некоторых сельских клубов, это однозначно. Идет активный такой пиар, скажем, ход в соцсетях. У нас многие учреждения, в том числе и областная библиотека, Дворцово-парковый ансамбль, драматический театр, имеют, скажем так, виртуальные экскурсии. В библиотеках у нас существуют электронные библиотеки. Это, опять же, возвращаясь к тому, что сегодня осваивается вот это виртуальное пространство. Хочу напомнить, что наш областной центр единственный в республике среди областных центров, который имеет такое количество площадок концертных и театральных. Нигде нет такого, потому что у нас два тысячных зала. У нас концерты проходят также и в Ледовом дворце, и у нас и Манеж. То есть такого количества объектов культуры нет ни в одном областном центре. Поэтому идет очень большая конкуренция, и сегодня, конечно, нужно, чтобы конкурировать, нужно как-то развиваться, какие-то новые методы, в том числе и виртуальные. Ну, конкуренция – это все-таки двигатель прогресса, не зря же так говорят. И вот, Ирина Васильевна, одна еще очень важная тема, которую хочу затронуть. Вот совершенно, насколько я понимаю, новый документ для Беларуси – это Кодекс о культуре. Он вступит в силу в январе, по-моему, следующего года. Вот хотелось узнать, каким образом он может повлиять на культурное пространство региона нашего. Да, действительно, у нас вступает в январе в силу Кодекса о культуре уже неоднократно говорилось разных трибун о том, что Кодекс о культуре Беларуси – уникальное вообще издание, которого нет на постсоветском пространстве. Вся нормативная база, которая касается культуры, она объединена в этот Кодекс. Я не могу сказать, что он каким-то образом повлияет на культурное пространство Гомельщины. Он повлияет, он нам помогает в культурном пространстве. Это первый помощник для работников культуры, для руководителей, для всех, кто связан или каким-то образом сопричастен. Потому что есть уникальная возможность открыть, взять и открыть. Не нужно искать ни в интернете, не нужно искать ни в какой-то правовой базе, нигде. Весь свод законов, который касается библиотек, музеев, любого абсолютного направления, проведения культурно-зрелищных мероприятий, всего чего, вот все, что любая мелочь, здесь можно найти ответ. Ну что ж, Ирина Васильевна, огромное вам спасибо, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Вам спасибо большое за то, что есть интерес к такой отрасли, как культура. И, пользуясь случаем, я, конечно, хочу поздравить всех коллег своих, всех работников культуры. Пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов, процветания во всех отношениях. И, конечно, расширение географии в своем творчестве, чтобы нас знали не только в Беларуси, не только в области, но и за пределами. Конечно, семейного счастья всем, уюта, тепла и встречи на мероприятиях с нашим благодарным зрителем. День работников культуры в Ельском районе означали одночасово с яшедной знаменальной подеей. Мясовому отделу культуры селета вспомнилось 70 годов. Об историях, досягнениях и перспективах Галины – материал Олега Синтюрова. Одночасово с проведением самых разностайных мероприемств у Год культуры работники Галины Ельского района вырешили еще и узгадать свою историю. У речи, калей, чем гонориться, то и працуются лепш. За початок узяли решение районного совета депутатов працующих от 1946 года об организации отдела культурно-осветницкой работы. Принятие этого документа было обумолено в частной ситуации в Украине. Влады не только занимались обновлением разборной господарки, а не забывали об развитии культуры. Начинали даречь от читальных и вязковых библиотек. Сегодня в своих попередниках в Уильском районе узгадали еще раз. Мы подняли пласт народных умельцев, мы подняли пласт бывших работников культуры, мы подняли пласт тех, кто обходил в самодеятельность 10 лет тому назад, 15 лет тому назад. Мы их всех почествовали, и они выступили у нас на сценах сельского учреждения культуры. С на годы прессийного свято и семи сегодня районного отдела культуры в Уильску организовали святочный вечер с узнагородживанием лепших и концертом своей саблевой творчества с правоздачей. Уреши кажут, тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Молодой специалист Татьяна Голубенко сегодня-то закончила Мазельский державный музычный колледж. Ильевский район выбрала свято дома и не пошкодовала. Работе с кадрами тут за все-то надавался значная увага. Я сюда приехала, мне очень сильно понравилось. Даже в первые дни меня приняли очень хорошо. Я вот здесь даже влюбилась в этот город, и меня встретили радушно. На самом деле, я рада. Я рада, что именно сюда пришла отрабатывать. 16 баянов, 6 пьянин, 8 духовых инструментов, 4 монитофоны и 4 фильмоскопы. Это так само с историей ельской культуры. Ненавито такое обстоятельство находилось у местовых установок 50 лет тому. Со стороны минолога, так само, проведение у другой полови 70-х, первого всесоюзного фестиваля у самодейной творчества працующих, у дел коллектива у районного дома культуры, у концерта у Москвы и Баку, у наградживания отдела у 86-м червоным сягом Министерства культуры. Со справки первых, проведение у гэтом годе финалу республиканского творчого марафона отраджения и фестивалю «Рай гармоник». Ельский район был утворен в 1924-м годе. Напевно, уже тогда у его склада была структура, якая занималась культурной осветой населенства. Так что, верьме вероятно, что после додатковых доследований день народжения местовых отделов культуры появляется еще на пару 10-х годов. Алексей Нтеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель» Ельск. И об спорте. Аматра у хоккея на наступном тыдне чекает областной дерби. Причим, Гомель и Жлобинский металлург двойчь сгуляют помеж собой в чемпионате краины у экстрализе. У четвер матч отбудется на пляцовуце Гомельского ледового палаца. У суботу, при маючем боком, будут столевары. Об инших значных падеях спортивного життя наступных 7 дней расскажет Максим Савин. Европейский гомбол вернется на пляцовку Гомельского палаца гольнявых видов спорта. В другом раунде квалификации Кубка ЕГЭ уже ночная команда гонбольного клуба «Гомель» будет примать румынскую дружину Дунера. Соперник довольно серьезный, нашим девчатам потребна поддержка. Гольня отбудется в суботу, 15-го Кастрышника, в начале 17-й годин. Сустренимся на трибунах. Матч отказ отбудется 23-го Кастрышника на пляцовце соперника. Мужчинская команда гонбольного клуба «Гомель» протягивая боротьбу на внутреннем фронте. Шарговый соперник у чемпионате БГК-2. Гольня отбудется 12-го Кастрышника у «Гомеле». У чемпионате Беларуси по мини-футболе у наступный уикенд пройдуть гольни 7-го тура. У «Гомеле» отбудется одразу два матча. БЧ будет принимать новичка высшей лиги «Брестский аматор». У гостя до агрокомбината «Паудневой» приедет столичная «Ахова Динамо». Светлогорский ЦКК у Микашевичек сустренится с «Гранитом». Лид сельмаши ВРЗ завершать программу 7-го тура 20-го Кастрышника по одинкому лиде. У чемпионате Беларуси по футболе у первой лизе все ближе и развязкам. До финишу командам треба сгулять 4 туром. Но 23-м на будущих выходных «Гомелю» Минску сгуляет с торпеда. «Гомель» Жигунтран спрымя на своем поле столичный промень, а светлогорский химик отправится у гостя до футболиста у «Смаргоне». Максим Савин, телерадио «Кампания «Гомель». На этом наш выпуск завершен. У студии для вас працаваў Евген Паблавец. Усяго доброго и до сусрэча у эферы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова